Добрый вечер! Это будет мощный обучающий курс о том, как грамотно, как правильно, как эффективно делать самое главное право нашего бизнеса, как приглашать людей, как рассказывать о наших возможностях. Звука нет. У всех звука нет. Все нормально. Перезойдите. Все хорошо. У кого тихо, прибавляйте у себя, потому что у меня на максимальной громкости. Я говорю, я достаточно громко. Хотелось бы поздравить всех победителей нашего курса группы ускоренного роста. Кто победил в ГУРЕ, кто принимал участие. Вы большие молодцы. Хороший получился у нас такой рост. В общем, все, что мы применяли, все, что мы получили, все знания, которые мы получили на курсе, теперь очень важно применить на практике. То есть, если ГУР у нас был по теоретически задавающими заданиями, то сейчас мы переходим с вами непосредственно к применению полученных знаний к практическому курсу. Зачем, в принципе, нам нужен этот курс? Да, я думаю, всех будоражит замечательная новость на второй волне. В конференцию в Болгарию. Как участник конференции в Сочи могу сказать, ребят, там надо быть. Вот действительно, перейти от компании, это не просто отдых на море, это не просто какое-то мероприятие от компании. Это шикарнейшее мероприятие, после которого все мысли и мир переворачиваются на 180 градусов. Пройти квалификацию не сложно, но условия очень легкие. На самом деле, я расскажу, что я делала квалификацию, я была новичком. Я была на 0% когда объявили о второй волне в Сочи. И когда объявили о квалификации, я просто поставила себе. Очень хотелось быть там. Работала, работала много, но, в принципе, достаточно гладко, свободно, без особого такого напряжения прошла квалификацию, чему я была на радах. Вот ваша задача сейчас, просто все знания, которые у вас сейчас есть, которые вам даются каждый день и будут даваться в течение нашего курса, сразу применять на практике, расти и проходить квалификацию. Поверьте, это будет вам стоить. И вы потом сами себе скажете спасибо за поддержанную работу, за то, что не сдали, за то, что составили цель, когда будете уже на конференции. Ну и, собственно говоря, представлюсь после такого выступления. Меня зовут Анна Киселева, я менеджер на 70%, живу в городе Биске. И сегодня я поделюсь с вами о том, как я рассказываю о возможностях нашей компании, о том, как я просто научилась дарить людям возможности. Немножко расскажу про себя, расскажу, как меня приглашали в компанию, потому что именно от моего пути в компанию зависит метод, который я выбрала для своей работы, то есть как я стала приглашать кого. На данный момент я являюсь мамой в декретном отпуске, у меня дочка 2-х годика. До декретного отпуска я работала в профессии, я в профессии журналист, работала перед мамой, но когда ушла в декретном отпуске, я поняла, что на работу я возвращаться не хочу, потому что я именно в декретном отпуске оценила вкус свободы, когда ты сам планируешь свой день, создаешься с ребенком, создаешься ребенком, я искала возможность работать на себя. Как только я в соцсетях выставила свои фотографии малышкой, я стала целевой дочь многих из нас, то есть мамочка в декрете. Это было в 2014 году, и практически в личные сообщения стали приходить предложения, но они были от незнакомых мне людей, они были очень непрофессиональны, то есть это был спам, причем спам достаточно жесткий, сразу такие простые на формате А4, выкладывала сразу все остальные бизнеса, стоит 50 баллов и так далее. Вот, они продавались, а вот целый год я просто отправляла этих людей в спам. Целый год. Это было порядком, я потом считала, около 50 сообщений. То есть мне было неинтересно, про компанию «Орихлэм» у меня жил просто стереотип, что это каталогиология, что это лохотрон, что это непонятно что, и не разбиралась. Так прошел целый год, и в конце 2015, то есть где-то сентябрь-октябрь, до меня все-таки дошло, что нужно, наверное, посмотреть, а что мне там предлагали, потому что столько людей у меня туда забудут, значит, что-то там действительно стоящее есть. Я начала разбираться, хотела уже посетиться к одному человеку, кто мне показал, но, кстати, в этой страничке все были заблокированы. Я пошла на YouTube, нашла презентацию, нашла маркетинг-план, причем поизучала презентации разных сетевых компаний и сделала свой выбор. Я поняла, что да, действительно, это то, что я искала, то есть возможность жить в свободной жизни, возможность много зарабатывать, возможность выйти на пассивы и, собственно, я была уже практически готова, то есть столько меня звали, я созрела. Я созрела и, можно сказать, искала себе спонсора, но я не знала, где его найти, как это сделать, я находилась в таком продвижном состоянии. И в декабре 2015 года я стала теплым рынком. В один прекрасный вечер мне звонит моя подруга Наташа Чуманина и просто в наших мамских разговорах задает один простой вопрос. Ты при этом не хочешь подработать? И, собственно, я ей рассказывала презентацию бизнес-компании. То есть я ей рассказала, что да, я хочу, я нашла классное место, слушай, и рассказала ей, как можно в Арифлэм зарабатывать. Наташа очень удивилась, потому что сказала, знаешь, я звоню тебя туда позвать. То есть она меня рекрутировала, я ей про бизнес рассказала. Таким образом, замечательно, мы с ней друг друга нашли и начали работать. В январе 2016 года у меня старт работы. Причем, как только я подключилась к рабочим чатам, я задавала сразу очень много вопросов, вникалась, много обучалась и сразу же, в первый же день, пошла рекрутировать. Ну как, я не знала, что рекрутировать, это был для меня такой лексик. Я пошла звонить своим подругам и рассказывала всем о своих ситуациях, пока у меня это все горело, пока у меня, ну, по-доброму, да, срывало голову, я рассказывала возможности о своих друзей. То, что, как говорится, с первого дня и по сегодняшний самый основной метод, по которому я работаю, это, конечно, список знакомых. Расскажу, да, почему. Ну, во-первых, я сама пришла с теплого, да, люди незнакомые, когда мне предлагали, тем более, предлагали не очень, не очень презентабельно, я не слышала. Во-вторых, я поняла, что, будучи еще новичку, если я не расскажу о возможности своим знакомым, это возможность сделать кто-то другой. И у меня уже есть такие примеры, когда, например, ну, буквально через неделю после регистрации звонят свои подруги, причем достаточно хорошие подруги. Ваша оказывается, что она уже три месяца работает, но только в другой команде. И у меня был просто один вопрос к нему. А почему ты меня не позвала? Я уже три месяца работала, уже после срогнула. Вот, собственно, поэтому в первую очередь, конечно, мы теплые. Мы с вами знаем, как живут наши друзья, как живут наши знакомые, какие у них есть жизненные ситуации, проблемы. И мы можем предложить им наш бизнес, наши возможности, компания Reflame, как решение именно их какой-то проблемы. У кого-то ипотека, да, мы можем предложить заработать так, чтобы закрыть ее быстрее. кто-то, где-то третье кредитное заканчивается, мы можем сказать, что рядом с ребенком дома можно зарабатывать. Есть, вот по-любому есть у нас такие знакомые, которые живут замечательно, казалось бы, да, у них высокий доход, они ездят на границу, в принципе, у них есть статусность, и машины, квартира, все классно, но при этом, они работают сутками с 8 до 8, до 10, до 10, причем в выходные, и они настолько устали, чтобы и радоваться бросить, но уже приюткли эту планочку жизненную держать. Так вот, им тоже можно предложить наш бизнес как-то счастливый. У них появится вдруг свободная жизнь, но при этом с таким же доходом. Ну, еще один важный момент, который определил выбор метода. Сейчас еще говорю, моя команда это 90% физически 90% это мои знакомые из моих знакомых, то есть партнеры, моих партнеров, да, тоже по-теплому. И с самого начала поняла, что работая именно с знакомыми, с друзьями, команда будет расти быстро, команда будет расти качественно, ну, естественно, при грамотном сопровождении, потому что не нужно утепляться, не нужно знакомиться, не нужно выявлять какие-то потребности. пришел партнер по теплому рынку, мы с ним уже знакомы, мы уже с ним на ты, да, уже все замечательно, осталось только включиться в работу, запуститься и приступить, собственно говоря. Люди, с которыми мы дружили, общались, с которыми у нас есть общее прошлое, они нам доверяют. На самом деле, вот это, наверное, основной момент. То есть человеку, которому мы предлагаем бизнес, которого мы знаем, можно сказать, да, ты же меня знаешь, я ерундой бы не занялась. Это на самом деле весом орган. Ну и, наверное, как мы в декрете, для меня немаловажный выбор метод рекрутинга это то, что не нужно постоянно сидеть у компьютера, не нужно рассылать сотни различных предложений, да, по-холодному. То есть это точечно, это можно делать по ходу жизни, это можно приглашать, рассказывать о возможностях гулять с ребенком, делать какие-то домашние дела, потому что есть телефон, можно созвониться, можно пообщаться, можно встретиться с ребенком, и, собственно, этим мы экономим время, которое можем вложить в что-то еще очень важное. С первого дня, как я начала рекрутировать по спинам знакомых, я разделила его на три основных категории, и в зависимости от категории я выбрала три метода. Таким это горячий, теплый и немного теплый. Что, слайды немножко исправились. Горячий, да, кто-таки у нас горячий, наши знакомые, это родственники, это очень близкие друзья, с которыми мы общаемся регулярно. Вот я в первую очередь звала их. И вам прям очень рекомендую, пока у вас все эмоции свежие, пока вы в восторге, пока вот этот идет подъем, да, эмоциональный. Очень важно именно вот на таких эмоциях рассказать о тех возможностях, о которых вы узнали им. Обязательно только голосом, никаких переписок, в переписке не рассказывала о бизнесе. То есть я сразу звонила, либо где-то в соцсетях, спрашивала телефон, на соцзвон, либо на встречу, возможно, в скайпе. Если вы новичок, да, можно пригласить встретиться с вашим спонсором, это вот, ну, флайд-встреча, либо также скайпе два на одного, то есть спонсор рассказывает, вы слушаете, учитесь, ваш петендерик получает полную грамотную презентацию. Ну, и немаловажный, да, момент, вот именно горячим нашим друзьям, знакомым, да, родственникам. Наверное, это самый такой, самая такая категория, когда мы знаем точно решение, какой проблемой мы можем решить. То есть мы знаем, как человек живет, чего в жизни на самом деле мы даем возможность изменить жизнь, помогаем решение и поддерживаем при работе. Теплый, да, рынок, это те, с кем мы общаемся время от времени. То есть возможно это ваши школьные друзья, со студенческих времен, может быть, допустим, вот у меня, да, с кем там, в роддоме общались беременные. То есть поддерживаем связь с этими людьми, но и так близко со знакомым. Вот с этими людьми нужно, конечно, обраться легко, то есть нужно сразу в лоб говорить, ну, что пошли работать, я бы это нашла, да, то есть создать интригу, не говорим ни слова с компанией, выводим также либо навстречу со спонсором и пишем со сзывами. То есть схема такая, да, переписка где-то в соцсетях, за жизнь, как дела, выводим на скайп либо на телефон делаем презентацию. Переписками сейчас поделюсь. И третья категория это немного теплые. То есть это те люди, с которыми мы не общались больше года. Да, запись идет, все нормально. Не общались 5 лет, 10 лет, 20 лет. Самая главная задача все-таки таких написать список звонков мы обязательно найти сможем с ними восстановить связь, то есть либо телефон у кого-то общих знакомых. То есть восстанавливаемся и, конечно, общаемся в первую очередь за жизнь. Так как дела, что нового, как жизнь изменилась, не торопимся. Сначала узнаем, как человек живет. То есть сначала узнали про себя, рассказали и предлагаем в тему. То есть возможно, вы будете рассказывать, как вы живете и расскажете, что вы работаете. Может быть, человек сам заинтересуется. Может быть, он в разговоре о том, как он живет, вам пожалуется, что его сработали, его уволили, он там из декрета выходить некуда. То есть в тему наше предложение занимается на том, что лояльнее и человек интересует. Привела пример. Это меня теплый и немного теплый. примеры переписок я сейчас увеличу. Сема такая выявление потребностей, мотивации, рассказываю про перспективы бизнеса и рассказываю свой личный пример. То есть я сначала просто вывожу на река на созвон. Интригующее, не рассказываю, что хочу жить, работаю, еще что-то. То есть просто как делаю. Ирина, привет, у меня к тебе дело есть важное. Все, дело. Не про работу. Меньше слабо. Я сейчас пока вот переписки посмотрю, чтобы было хорошо. Потом дело у меня ничего. То есть первое, чтобы было видно, читаю, чтобы не размылось. Зачитывайте. Нормально. То есть я говорю, что у меня есть тебе дело важное. Интриговала, что за дело. То есть по сути тут что за дело я могла бы рассказать. Ну я тут работаю, мне нужны сотрудники. На-на-на-на-на. Я понимаю, что в переписке я не смогу рассказать о всех перспективах бизнеса. И моя задача всеми правдами и неправдами вывести человека на созвон. Давай минимум информации. Просто создавая интриговую я тоже хочу честно сказать. Собственно говоря, не выкручиваюсь, а говорю по факту. Писать долго. Можем сохраниться. Пиши номер на время, когда мы полчасика могли бы поболтать. То у тебя малышка совсем малышка, чтобы руки и уши были свободны. Все, то есть я говорю, что писать долго, что важно, чтобы ты была свободна, чтобы мы могли нормально пообщаться хотя бы полчаса спокойно. Все, человек дает мне телефон, я созваниваюсь. интригу создали на созвон или теперь проходит разговор вот примерно по такой схеме. То есть я не бросаюсь сразу говорить о том, что я хотела сказать. Даже в переписке выявив какие-то потребности, как жизнь, как дела, я любой разговор со своим знакомым начинаю так же с разговора. Как у тебя дела? То есть это человек, с которым я работала на секреты или в принципе до декрета общалась там. Рассказываю, как у меня жизнь изменилась в декрете, как я ушла на секрет и именно в этот период времени я поняла, что не хочу ходить на работу. То есть рассказываю свою личную историю. Так и рассказываю, да? Я работала, у меня было все замечательно, у меня была зарплата классная, у меня была руководящая должность, у меня не было свободы. И в декрете я начала искать возможности. И вот, собственно говоря, я хотела тебе рассказать возможности компании, с которой я сотрудничаю и в тему, да, в зависимости, что человек нужно делать. Сказываю, про перспективы бизнеса. Я никогда на презентации не говорю, что конкретно нужно делать. Потому что на самом деле если человек не видит перспективы для себя, то есть не найдет то, что его замотивирует, что его заинтересует, не важно, что он должен делать, человек не будет этого делать. Поэтому в первую очередь на первом созвоне рассказываю про доход, рассказываю про свободный стиль жизни, рассказываю про путешествия. Все это очень мощно подбиваю своим личным примером. То есть не просто кто-то, а рассказываю такие в том числе. Я выбрала сетевой, потому что я в компании Reflex, потому что и все эти моменты через свой личный пример. Ну вот еще несколько примеров переписки. Танюш, привет, слушай, ты деловые предложения не рассматриваешь. Человек отвечает, как руководитель, всегда рассматриваю все дела и предложения. Сотрудничество не совсем. Напиши номер, и когда сможешь поговорить. Позвоню, расскажу суть садолга. Все, то есть тоже на созвон. Также обращаюсь к повторным предложениям, если человек однажды не согласился созвониться или еще что-то, где-то слышал или какой-то был у него опыт негативный или у его знакомых. Я отвечаю, как ты считаешь, если я ухожу с руководящей должности, зарплаты в 30 тысяч, ребят, для Биско это сгубок. На самом деле делаю. Так, все хорошо. Если я реально наслаждаюсь переменами в жизни, как ты считаешь, с Арифлейм у меня все серьезно? Может, женщина, у которой ответственность за жизнь ребенка заниматься чем-то сомнительным, не представляет перспектив. На самом деле это фишка, которая работает. Но для того, чтобы ей пользоваться, вы действительно должны быть уверены, то есть вы должны быть уверены, что вы здесь железно. У вас должна быть вера в себя, вера в компанию, вера в то, чем вы занимаетесь. Тогда человек чувствует вашу уверенность, он чувствует вашу энергетику, и как-то все разрешения они подают. Я этим пользуюсь достаточно часто, причем не только по теплому, но и по холодному. То есть если человек, которого я не знаю, он мне начинает возражать, что-то там говорить, я всегда принимаю такой метод. Знаете, вот немножко расскажу представляли, с кем вы общаетесь, и рассказываю, что я работала там-то, ушла в декрет, и собственно вот по такой же схеме. То есть личный пример он на самом деле работает. Объясните человеку, почему вы пришли в МЛЭ, почему вы пришли в МЛЭ. Он вас послушает и примет решить. Ну собственно говоря, как еще по списку знакомых я рекрутирую. Сейчас грех не воспользоваться шикарной новостью о том, что началась вторая волна новичка. Все новички, кто пришел в это будущем вплоть до пятого могут пройти квалификацию. Но вы должны понимать, что чем позже придет новичок, тем сложнее. Поэтому прямо сейчас, прямо сегодня, на этой неделе, в этом как новичке, но лучше прямо сейчас, рассказать всем своим друзьям, всем своим знакомым о том, что можно поехать уже в сентябре бесплатно путешествовать. Я это использую больше при повторном учении. То есть у меня есть знакомые, которые либо не знают всю суть, либо когда-то просто мне в силу загруженности еще чего-то отказали. Я сейчас повторно обращаюсь каким образом. Наташ, привет, не могу обратиться к тебе с повторным предложением. Знаю, что ты любила мое путешествие. Компания любила втором этапе квалификации на конференцию в Болгарию. В сентябре есть возможность отдыха, шикарнейшие мероприятия. Зову на доход, путешествие и свободность на учебе. Давай работать на учебе. И тут я понимаю, что человек при моем первом углашении понял суть. Видимо сработал какой-то стереотип, не услышала суть работы и задает вопрос. Что значит продавать ничего не нужно, если слайд покрунее. То есть вот, да? Все. Я голосовым сообщением, благо у нас и вконтакте, в одноклассниках, в ватсапе, везде можно говорить голосом, и причем я это предпочитаю больше использовать, потому что человек слышит вашу интонацию, слышит шрифты, которые ни одной переписки передать невозможно. Если человеку не удается вывести на созвон, я использую голосовые сообщения. Я говорила про перспективы, про суть бизнеса. Все, девочка интересовалась. Дальше уже, естественно, на созвон. Главное заинтересовать человека, а потом дать информацию. Дальше. То есть на Болгарию мы можем звать с собой, говорим, да, я хочу поехать с тобой в Болгарии, я хочу, чтобы ты туда поехал. И в принципе на путешествие. То есть это один из аспектов бизнеса, который привлекает многих людей. Кто-то придет на доход, кто-то придет на путешествие. Я, допустим, приночально пришла на доход, как вам в декрете мне нужны были деньги, потому что декреты уже закончились. Но сейчас я понимаю вот со временем, что самая ценная для меня в нашем бизнесе это именно стиль жизни, свободный, максимально гибкий график, то есть я сама решаю тогда, где, сколько мне поработать. И я уже ставлю себя на место своих знакомых и предлагаю им какой-то один важный момент, судя по жизненной ситуации. Дальше. У меня, как у обычного нормального человека, бывают отказы. Я научилась к ним относиться совершенно спокойно и любой отказ я стараюсь превратить в себя. То есть у меня недавно в маленьких вчера состоялась переписка со мной знакомых с девочкой с девочкой мы общались общались очень долго ее в принципе заинтересовало посмотрела на полную презентацию и сказала что на данный момент сейчас она не готова все-таки начать в этом направлении. Я дальше со всеми знакомой незнакомой неважно срегистрировалась не зарегистрировалась я с человеком стараюсь сохранить хорошие добрые человеческие отношения чтобы я могла обратиться повторно не оставлять негативные нотки а оставить мостик между собой этим человеком и в последний момент очень активно стало спросить рекомендации то есть человек не хочет ты знаешь чего ты хотела по-любому у тебя есть один знакомый девчат таково не мое движение мы можем скреть и ретей повод доход работы не радует посоветую мне очень нужна активная интересная девочка для новой структуры с меня вкусняшка саму все расскажу пообщаться только контакты можно то есть в принципе ты не хочешь у тебя возможно есть знакомые которых интересуют можно в принципе к своим друзьям обращаться дай контакты 5 человек 1 человека может быть вы знаете что у вашей знакомой есть интересный какой-то человек уже его знакомый вы к нему скажем так подходы не имеете можно попросить чтобы он стал связующим сынов пообщаться со своим знакомым что ему позвонят по поводу интересного предложения то есть это тоже на самом деле работает еще какие методы да но это уже не методы это уже небольшие такие фишки смотрите у нас есть с вами замечательный рекрутирующий сайт у кого его еще нет спросите у спонсоров что нужно сделать чтобы он появился то есть сайт где есть презентация бизнеса текстовая да с различными фактами цифрами сайт цепляющий сайт обочине были у меня такие друзья которые знают что я в Арифлэйн знают но мы с ними не доходили до полной презентации то есть либо мы не могли созвониться либо они не хотели просто слушать выслушав меня да и тут я немножко пошла на хитрость что я сделала я сбрасываю свою реферальную ссылку то есть человек не хочет но мы с ним замечательно общаемся то есть попросить о помощи я всегда могу я сбрасываю ссылку на сайт и что я сделала сайт мне очень важно проверить приходят ли мне данные с него объясняю что это для людей которые заинтересованы в бизнесе которые хотят узнать подробнее и контакты вот мне нужно просто эту ссылочку проверить и собственно девушка заходит видит красивые цифры красивые факты у нее ломается стереотип компаний потому что полной презентации я сделать не смогла у нее были какие-то свои мысли она задает один простой вопрос это что все правда она все рассказывает человек созрел узнал это такая шаги презентация вот еще один момент у меня очень много очень холодных теплых то есть это людей с которыми когда общалась очень давно общалась и вот не знаешь как к нему так подойти я захожу к нему в гости в сетях зашла допустим в одноклассник на самом деле в одноклассниках очень хорошо все кто был у тебя на страничке если человек в ответ находит в гости ко мне отвечает оценки на оценки я просто благодарю человека за то что он ко мне в гости зашел то есть говорю да я рада вас видеть как вы поживаете ну дальше уже переписка и опять положу на что важно при рекрутировании по списку знакомых кого решать очень важно написать в список знакомых всех не решая что а этому неинтересно а этот наверное не захочет а этот наверное не сможет ой этого я вообще боюсь переступите через себя и напишите знакомых всех здесь я очень хочу очень люблю рассказывать свою историю ко мне пришел мой первый ключевой партнер история немножко такая ветиватая но расскажу то есть в чем я то как приехала в Гурбий сказала что знамена и работала в районной редакции у меня был главный редактор Ирина Владимировна Дудина она была моим начальником причем женщина серьезная женщина такая советская советского спеца вот я носила к ней с огромным уважением но в глубине души наверное как любой подчиненный своего начальника я ее побаивалась то есть я была очень молодой неопытной и каждое его направление улучшить свою работу я воспринимала тяжело воспринимала в общем списки знакомых у меня точно не было я решила что она мой начальник она хорошо зарабатывает и вообще она уже взрослый человек состоявший с руководящей должностью я ей предлагать даже не думала но был такой момент когда я просто своей бывшей коллеге решила ну подарить дисконт то есть я помнила что она пользовалась продукцией флейм я ей позвонила сказала что у меня есть скидка 20% и с ней поделилась привезла ей каталог и вот когда я уже пришла каталог забирать каталог мне оказалось ну и коллега мне говорит что вот Рина Владимировна каталог забрала и я пошла к ней в кабинет знаете ребята у меня ноги подкашивались я знала что Ирина Владимировна пользовалась продукцией Арифлейм потому что еще когда я работала в редакции она пользовалась парфюмом жердан стоки кто знает как он пахнет то есть он такой ярко выраженный его сложно забыть но я так понимала что компания Арифлейм она знала что это продажи по каталогам кроме того к ней каждый месяц приходила женщина с огромной сумкой которая продаглит продукцию и Ирина мне покупала и я шла с такой мысль что сейчас Ирина Владимировна меня просто начнет ругать для того что я предала журналистику предала свою профессию и пошла с торгашкой я с такими опущенными глазами Ирина Владимировна за каталогом когда мне Ирина Владимировна задает вопрос ты в бизнесе я просто поняла что она в теме оказывается Ирина Владимировна искала работу для своей снахи через интернет и узнала про бизнес компания она уже где-то была на вебинаре получила полную презентацию собственно уже была в шаге от того чтобы подписаться тут пришла я вот и естественно мы с ней прообщались наверное больше часа с ней говорили про бизнес про команду про то что я делаю то есть она говорит ты правда будешь ибэ открывать и прям работаешь серьезно то есть такие вопросы я говорю да а я была на 5% то есть ну мама только только на 12% вышла то есть еще совсем зелененькая вот ну и с начальником разговариваешь это обычно мы с ней начали сотрудничать она привела своих двоих снов сновки привели мужей и собственно говоря они сейчас развивают семейный бизнес то есть мама два сына и две жены сновей вот и у них сейчас уже слаженная сильная работа я очень рада что Ирина Владимировна на моей команде Люда Дудин Ольга Мишева в самом деле это партнеры которыми можно гордиться если бы я не зашла я не написала список знакомых я за нее решила что это не важно поэтому ребят не пишите ни за кого пишите всех так ну Светлана в любом случае это опыт важно понимать что даже если вы получили отказ если кто-то не готов здесь и сейчас к вам присоединиться во-первых это опыт ваш а во-вторых человек знает что к вам в случае он это как раз таки опять вот второй пункт расскажите всем о том что вы в Арифлейм если не хотите говорить что вы в Арифлейм скажите что вы развиваете бизнес и к вам в случае чего если нужны деньги можно обратиться у каждого человека свой срок созревания все эти зерна то есть кто-то придет сегодня кто-то придет через полгода очень важно что человек ваш знакомый знал что вы в Арифлейм почему сейчас не интересуют эти возможности а через полгода какая-то знакомая Даня рассказывает про свою в Арифлейм проехала в Болгарию от компании Арифлейм в тот момент ваш знакомый вспомнит что вы-то его звали и придет к вам именно к вам поэтому не бойтесь что вам отказали что сейчас не хотят присоединиться человек может быть через год к вам придет и станет вашим самым главным и вы будете счастливы что вы год назад переступили через себя рассказали о возможностях все немаловажный пункт отметить списки знакомых отказ то есть у нас написано список знакомых мы предложили и поставили не хочет не готов и так далее вот поставить что совсем нет можно только после того как вы сделали полную презентацию бизнеса даже если вы сказали я в Арифлейм если вы в двух словах расписали суть работы даже если вы показали справку в поле как-то сбросили но вы не уверены что человек посадит ну скажем так поставить крест на этом человеке то есть очень важно чтобы человек получил полную качественную информацию и только тогда уже принимает решение интересное или нет то есть один раз закинули удочку и не пошел второй раз то есть вам очень важно чтобы допустить дополнительную информацию будь то встреча с вами либо созвон где вы все по пунктам рассказываете либо просмотр презентации и дальнейшее ее обсуждение обязательно рассказывайте тем кому боитесь рассказывать ну собственно я рассказала про Ирина Владимировна ищите разные подходы креативьте то есть если прямой метод не работает попробуйте просто в гости пригласить на продукцию на дисконт то есть главное вот именно пустить человека до полной информации ну и подожди лучше ответ на все возражения это своя история и ответ на вопрос почему я выбрала MLM и Арифлей ваш опыт ваше мнение поверьте оно авторитетно для ваших знакомых вот это что касается по списке знакомых как еще я рекомендую очень люблю очень дорожу международным брендом на самом деле такой полгода я работала без личного бренда я работала только по списку знакомых до 15% и вот до 15% я начала развивать личный бренд работать в соцсетях то есть у меня работают странические очень активно начала развивать личный бренд потому что я понимаю что это нет в протяжении настоящих видов человек который видит где вы что вы делаете какой стиль жизни вы ведете он зреет и принимает самостоятельное решение присоединиться к вам и жить как вы и какой человек готов действовать сразу не раскачиваясь и работать с вами у меня личный бренд компании то есть я озвучиваю компанию пиарю все мероприятия компании себя на них без себя спонсор всеми возможностями пиара на классе в детском паре просто позиция активной мамы декрете важно понимать что это работает не сразу но однажды он выстреливает мощно и люди которые за вами на рядах они начнут задавать вопросы что важно во первых ведите активный образ жизни естественно с человеком который сидит дома и выставляет фотографии только там селфи на фоне одной и той же стены записи не захотится посещайте мероприятия чтобы было о чем рассказывать на самом деле это не только ваше развитие да но вот те эмоции которые вы там получаете те знания которые вы получаете на различных мероприятиях просто передавайте людям рассказывайте о том что вы чувствуете что вы знаете как это здорово делитесь эмоциями делитесь фотографиями и развитие личный бренд учитесь выражать свои мысли и писать не шаблонно то есть с огоньком без негативного подтекста что здесь разумевается то есть очень важно чтобы ваши простые были пропитаны просто информацией о новых возможнох без подчеркивания что вот я такой классный я там в партии положусь когда хочу работаешь на работе и у тебя плохо то есть ну понятно да то есть не нужно подчеркивать что работа по найму это плохо нужно подчеркивать что я выбрала сетевой потому что у меня есть вот такие росты наши друзья которые еще не с нами наши не с помощью которые не в бизнесе они могут просто-напросто обидеться что мы так негативно отзываемся о их способе зарабатывать на жизнь то есть важно понимать что не каждый человек сейчас все изменить и очень важно чтобы у него было хорошее впечатление от вас о бизнесе от вашей страничке чтобы от нее верило тепло и возможности с ситуациями положительными ну естественно на страничке должны быть зрители поэтому я каждый день добавляю в друзья в соцсетях в инстаграме подписки лайки и так далее сейчас покажу и покажу как работает лично будет суховидно зачитаю конечно сработали конференции в Сочи они мощно то есть причем бомбанул больше там где я распиаривала мероприятия но не говорила про компанию ну вот такая статистика вот то есть все прописала все равно это сработало знакомые которые еще не знают что я в Арифлейм и просто там вам эти то есть примерно да привет я вам догадку напишешь за профиль и когда ты успела сменить да ты просто так поехала все вывела на созвон тут уже стадное чувство привет но пиши уже и мне у меня тоже стадное чувство любопытство то есть людям интересно знакомые за нами наблюдают важно вот это наблюдение подстоять подстоять свежей информацией ну вот здесь я показала девочкам мы с ней общались в контакте она мне ну так сказала что сейчас не готова принять мотоклассы мне буквально вчера захожу в интаграм она видимо зависла у меня на страничке с личным брендом и поставила лайк почти ко всем фотографиям то есть видимо девчонка читала вздумчиво ну я выжидаю паузу буквально завтра планирую с ней снова связаться то есть человек посмотрел да что какого интересного у меня есть ой не туда нажала а дальше вот личный бренд люблю развивать что делаю еще в инстаграме то есть я там миксую как теплый так и холодный личный бренд для всех как работаю по теплому я захожу к своим друзьям которые у меня есть в инстаграме и захожу в их комментариях там есть допустим у меня подружка она выставила фотографию я открываю эту фотографию открываю комментарии то есть не лайки а комментарии именно и смотрю кто комментирует как правило комментируют ее знакомые да ее друзья потому что полемик вступает и я захожу уже к этим друзьям на них подписываю ставлю лайки то есть обращаю на себя внимание стараюсь найти всех своих знакомых в инстаграме потому что во первых у меня там хороший уже прокачан во вторых это сейчас сеть которая стремительно развивается она очень мобильная она очень удобная потому что это идеальный вариант для смартфона он как-то ну вы поняли то есть формат смартфона очень удобно подстроен вот ну и рекрутирует на самом деле информация удобно в инстаграме там быстро фотографии выставил лайки это буквально там полчаса подписки и дает хороший поток откликов вот я чувствую знакомых знакомых далее я у своих друзей стараюсь вести активную жизнь в комментариях то есть не спамом по холодным контактам где-то что-то писать там предлагаю работу то есть я спамом не занимаюсь я веду жизнь активную инстаграм то есть если у меня естественно интересующие меня посты я заходу и участвую в дискуссии даю какие-то советы с высоты своего опыта там или еще что-то да то есть реальные сумматические комментарии что это дает на люди которые также заходят на страничку к вашему знакомому они видят что какой-то человек да проявляет какую-то экспертность интересный аватар чтобы у вас была яркая они заходят в гости и так же только от контента вашего зависит останется человек у вас подпишется он на вас или уйдет то есть тут важно чтобы все основные пункты важные пункты работы были соблюдены то есть интересная шапка качественный интересный яркий контент и ваша активная деятельность вот в принципе ну походу да вот это подписки на целевую аудиторию и всем кто поставил мне лайк или подписался если человек незнакомый поставил мне лайк на фотографию я пишу ему сообщение но пишу не шаблон совсем да то есть да есть какие-то стандартные фразы но я захожу к человеку смотрю там мама это или человек бизнесмен какой-то там парикмахер и так далее я пишу спасибо за лайк очень рада видеть вас на своей страничке зашла к вам вижу что вы там интересные какие-то комплименты и уже свое предложение открыто я компания потому что вот и говорю что сейчас ищу девушку интересную активную на должность директора и повторяю что работа не в продажах как пролоком Елена приглашаю ну вот переписки увеличу да как у нас срабатывает личный бренд еще в инстаграме то есть увидела свою знакомую девочку я тоже забыла потому что очень мало общались увидела случайно где-то у друзей и решила ей написать потому что ну действительно даже без мысли там зарекрутировать просто сделать комплимент что ребенка вышла замуж рассказать решила я просто решила пообщаться и она у меня дома спрашивает а ты где работаешь не пойму где но вижу в том месте все то есть она мне вопрос задала дальше она рассказывает как живет где-то у нас идет обычная переписка за жизнь я сразу в лоб я хочу тебе покажите я просто поинтересовалась как у нее дела она рассказывает как у нее дела она задает вопрос мне как у меня дела и я ей рассказываю что я Настя я в декрете разобралась в сетевом бизнесе сотрудничаю с компанией Арифлэм только не каталожками работаю через интернет с этапом уже в Сочи на международную конференцию получаю официальный хороший доход короче я руководила делом копирателем помогу позвать к себе ты умная активная есть такие отличные результаты можно совмещать сначала научу идут доходы можем созвониться расскажу суть все дальше я рассказала сделала предложение дальше продолжаю разговор про наших блогов да про что мы с ней разговаривали девочки стало интересно а нам не доходили мы не созвонились и регистрировались вот то есть самая основная индивидуальный поход да не шаблонно интересно с креативом важно вызвать интерес к себе у человека так дальше еще по холодным контактам как еще я работала это друзья друзей в соцсетях то есть я к своим знакомым в контактах открываю и приглашаю друзья в последнее время стала пользоваться фишкой я училась в зональной средней школе вот зональная заканчивала там я нажимаю вконтакте есть ну допустим у меня есть окончание школы зональная средняя школа я нажимаю на активную ссылку у меня высвечивается весь список выпускников зональной средней школы среди этих людей ищу тех кто близко к моему выпуску то есть там на год старше на год два старше на год два младше чтобы я примерно в лицо человека знала и собственно говорят Таня добрый день вижу что лицо знакомое в сональном жилье она говорит да возможно значит знакомое вот здесь я уже сразу без различных прелюдий то есть по холодному рассказываю что я развиваюсь на сфере электронной коммерции имея возможность предложить работу по сработке удаленного характера интересен дополнительный доход или перспектива работы со свободным графиком доход официальный интересно то есть это у меня рабочие странички где нет информации о компании я всегда там как у меня там есть скрин моего вот я просто предлагаю человеку сможем зарабатывать ну вот тут привела тоже переписку в инстаграме я по холодному Юля здравствуйте спасибо зашла на страничку очень интересная девушка решила обратиться с предложением я ищу амбилициозного яркого человека директора для новых филиалов интернет-магазинов с доходом о 20 тысяч сразу скажу что продажами по каталогу не занимаюсь и не на этой деятельности приглашаю рассматривайте главные предложения девушка говорит да мне очень интересно все дальше из ватсап и голосовые сообщения мы с человеком общаемся то есть я все равно узнаю когда удобно пообщаться чтобы это не просто было сообщением чтобы человек был онлайн смог мне ответить в режиме диалога помимо метода в соцсетях да я использую активные контакты больше всего метод использует мой супруг везде где бываем я в принципе да стараюсь знакомиться предлагать возможности муж у меня делает очень хитро то есть он не может рассказать презентацию он сильно не вдавался в эти подробности желание помочь у него огромное даже заходя на магазин покупая булку хлеба если продавщица и она не огромная хочет она скучает он говорит девушка вы не хотели бы в интернете работать ну подрабатывать ну можно было ну давайте мне телефон у меня жена работает она вам позвонит все расскажет все минимум информации он взял телефон приходит мне говорит на вот тебе Таню вот я номер телефона то есть достаточно часто он поступает и я поняла что каким образом могут быть могут мне помогать и другие люди я попросила маму папу сестер своих самых близких друзей сделать то же самое то есть возможно как я объяснила возможно вы встретитесь человеком который вот скажет что он работу потерял то есть или мама в депрете можешь порекомендовать мне кто-то может дать работу вот ну и визитки естественно в руки всем вот такие активные контакты потому что почему я сама пользуюсь но достаточно редко потому что я не очень часто бываю у меня достаточно узкий проложенный маршрут бассейн развивашка то есть в машине сильно нигде не гуляю ну летом думаю ситуация когда мы с ребенком будем полдня гулять на улице будем развивать свои способности в активных контактах дальше дальше у нас по холодным есть еще такой метод как группы сразу скажу у нас группы две удаленная работа и современные мамочки что это за группа значит современных мамочек это группа тематическая не рекрутирующая она у нас для сбора целевой аудитории то есть мы ведем сразу еще повторюсь обозначу контент мы ведем командой то есть у нас у одной структуры девчонки мы распределились вот здесь я показала как примерно это выглядит то есть у нас есть график есть основные расплывчато то есть вот у нас есть основные рубрики у нас есть график дежурство контент мы ведем всей командой то есть в определенный день определенную тему определенный человек выставляет а уже приглашение в группу мы оставляем со своей странички в современных мамочках у нас группа для мам то есть как покормить чем завлечь как одевать то есть что касается интереса мамы вот и уже с рабочих страниц приглашаем друзьям участников группы и все планируем как-то не запускаем еще в планах да раз в неделю выставлять пост именно тематический пост для мам в декретном отпуске либо приглашение на вебинар если у нас будет ближайший будущий вебинар академия суперман будет ссылочка будет приглашение это группа это удаленная работа собственно сразу предложения преимущества работы контент ведем команды у нас там тема мотивация предложения про команду не озвучиваем компанию просто бизнес в интернете туда контент команды каждый приглашает самостоятельно и отпуск срабатывать еще у нас есть продуктовая группа ведем также мы ее командой туда приглашаем как новых консультантов как своих знакомых как но пока не бизнес учиться то есть скорее конечно продуктовая для знакомства с продуктом и в том числе возможно кого-то интересует дисконт то есть там у нас есть информация о том что можно оформить дисконтную карту 20 процентов но я не стала делать скрин так подытожу да что в первую очередь важно никого нельзя составлять быть богатым и здоровым вопреки его воле вот 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 когда вы отправляетесь к знакомым вы должны самое первое для себя понять что вы знаете о возможностях вы их приняли вы развиваетесь вы хотите стать успешно хотите стиль своей жизни зарабатывать много путешествовать и так далее но не каждый этого хочет вот человека не хочет мы не сможем заставить за нами пойти и заставить работать никого не нужно тянуть за уши не все люди хотят действовать ради своих целей даже если вам человек говорит о том что он хочет поменять работу хочет в путешествии у него нет денег вы ему расскажете о возможностях а он просто не пойдет потому что он не готов сейчас поменять сферу деятельности и это нормально вот когда вы поймете что это нормально вам будет легко относиться к отказам потому что кто-то зарегистрируется но не начнет работать да относитесь ко всем людям с любовью и уважением потому что если вы уходите в зону негатива и начинаете вот изо всех сил доказывать что как ты можешь так жить вот я тебя зову я хочу чтобы у тебя было все круто да и опускаемся ниже и ниже по шкале позитива скажем так да у человека будет к вам негативное отношение оставляйте мостики оставляйте возможность человеку обратиться к вам в помощь конечно очень важно быть гибким очень важно искать индивидуальный подход к каждому если это ваш знакомый вы знаете что ему предложить если это ваш незнакомый если это холодным познакомьтесь узнать что человек вообще в принципе от жизни хочет и уже конкретно в тему предлагайте наши бизнес возможности перед тем как начать работать вчера рассказывать перед тем как пойти к людям перед тем как в принципе с кем-то заговорить очень важно настроиться настроиться психологически если у вас плохое настроение если вы не выспались выпейте вкусный чай полежите в ванной с пеной послушайте хорошую музыку пообщайтесь с приятными людьми и вот когда у вас будет позитивный настрой когда у вас в душе будет плохо тогда уже начинайте рекрутить потому что люди они чувствуют каким настроением и чтобы быть на позитивной волне очень важно чтобы у вас все в душе было по полочкам ровно принимайте отказы легко рекрутируйте играючи рекрутируйте везде где вы находитесь рассказывайте о возможностях компании каждому с кем вы имеете контакт ну и еще раз да верьте в себя в команду в компанию потому что если вы сами не поверите то кто-то поверит вам если вы будете говорить неуверенно человек это почувствует и на самом деле это очень важно и верьте своему наставнику человек который вас пригласил и который вас сопровождает он вам плохого не советует возможно все те сложности все те моменты который у вас возникает он уже прожил у него уже есть опыт и он сможет вам подсказать как тот или иной вопрос решить и важно в самом начале пути просто определить что есть три типа людей первое это никогда не поверят вам эти люди могут вам говорить вот будешь зарабатывать я к тебе приду ты там станешь директором я к тебе приду вот есть среди этих людей такие люди которым даже бриллиантового директора вы свой личный именной покажете они не придут у них всегда найдутся отговорки и это нормально будут люди которые поверят придут зарегистрируются но не будут работать не тратьте на них время это нормально и третья категория людей это настоящие лидеры по жизни это люди которые открыты к новому которые не боятся работать которые готовы действовать которые хотят изменить свою жизнь и они готовы пойти за вами принять ваше предложение действовать и развиваться и менять жизнь и вот такие люди наши наша задача найти людей именно третьего типа с чем похожа наша работа я думаю картинка по принципу работы да ну и по названию тоже почему изделия с бриллиантами дорогие потому что для того чтобы найти один алмаз из которого потом только сделают бриллианты поднимаются огромные пласты земли огромное количество людей над этим работают это тяжело это нужно перелопатить огромное количество рук чтобы найти один маленький алмазик посмотрите вот какой тот лаван и не факт что отсюда нашли много алмазов вот наша работа с чем-то похожа потому что сказать миллионам людей а возможно чтобы найти своих бриллиантиков и вот именно вот за вот эту работу да да нет следующий да нет следующий вот за эту работу бриллиант бриллиант именно эту работу бриллиантского директора достойно это человек который нашел шесть своих бриллиантиков я вам желаю не сдастся вот на первом вот там слое вот этом слое да дойти до самой глубины и найти своих бриллиантов а чтобы найти своих бриллиантов нужно работать на самом деле работать каждый день у меня несложные действия и я не могла уйти сегодня без домашнего задания ребят первое допишите пожалуйста в список своих знакомых троих людей которым точно не нужно это может быть знакомый предприниматель это может быть ваша подружка у которой очень обеспечен и вы уверены что вот ей точно не нужно но не будем этим заниматься либо начальника со своей работой как у меня вот допишите их в список знакомых троих и расскажите второе задание вспомните старосту в классе или в группе староста это кто это лидер 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 в университете это человек который смог тогда повести за собой толпу организовать организовать какое-то мероприятие школьное университет вот такой человек вам точно нужен в команду напишите человеку узнайте как сейчас живет в декрете задание назначите встречу очаровательной маме в декрете с пышными формами и расскажите ей о бизнесе и о велосипеде расскажите о том как счастливые мамы в декрете срабатывают на счастливое детство ваших малышей вот если вы прямо сейчас примените все фиши о которых я вам сегодня рассказала выполните домашнее задание завтра к вам в команду обязательно ваш будущий бриллиантик ну собственно говоря так я все рассказала я была рада быть вам сегодня полезной надеюсь что вы что-то новое для себя узнали все будете применять это даст вам шикарный рост возможность коэффицироваться на бухгарю вот и собственно вырасти все если есть вопросы задавайте спасибо спасибо ребят все я тогда с вами прощаюсь до свидания идем на бизнес прокатку всего доброго спасибо всем спасибо descobrir Продолжение следует...